МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телефон – опасное развлечение местных подростков. Это видео читатели нашего сайта прислали в рубрику «Мобильный репортер». Подростки ходили по краю крыши многоэтажного дома, сидели, свесив ноги вниз. Ой, мамочки мои. И, судя по всему, им было совсем не страшно. Страшно за детей было взрослым. О, кошмар! Они недоумевали, как молодежь попала на крышу и почему двери на чердак оказались не заперты. Еще одно опасное развлечение, но уже взрослых, сняли в Казани. Автор как мог постарался показать, что в воду лучше не лезть, и игнорирующих предупреждения купающихся. Причем за всем этим спокойно наглядывают спасатели и ничего не делают, чтобы оградить людей от воды, раз уж купаться тут запрещено. Спасатели о причинах своего бездействия рассказали уже в комментариях. Никаких санкций за купание там, где стоят таблички, по их словам, не предусмотрены. И вытаскивать купающихся людей из воды спасатели не имеют права, если, конечно, они не тонут. Поэтому в парке и поставили спасательный пункт. В дополнение к запрещающей табличке. А следующее видео выложил в сеть казанский велосипедист. Проезжая перекресток в одном из промышленных районов Казани, его чуть не сбило, а в Телиде. Ехал он, как уверяет, по главной дороге, мигала фара, рукой показал о предстоящем повороте, но от трагедии спасли считанные сантиметры и доли секунды. Но извинений велосипедисту, видимо, показалось мало. В этом, по мнению комментаторов, и была основная причина дальнейшего конфликта. Извините, пожалуйста. А что там кричать-то? Ну, я испугалась. Испугалась? У меня мигается, я специально включаю, что вы видели. ПДД знаешь? Иди, езжай по своей полосе, ху** тут ездишь! Ты чё, зараза? Недалеко от набережных Челнов молоковоз врезался в стадо коров. Кадры аварии попали в сеть. Всё произошло при обгоне. Впереди идущая машина стала притормаживать, стадо перекрыло проезжую часть. Водитель грузовика опасности, похоже, не заметил и пошёл на обгон. Журавли, журавли, вы по небу летите, летите. Заберите с собой журавли и на крыльях меня унесите. Затормозить у него не получилось. Пытался съехать в тювет, но коров всё же задел. Они остались лежать на обучении. А на трассе Казань-Ульяновск машина влетела в Атару-Овец. На видео попали последствия столкновения. Задавились? Жительница Казани запечатлела, как отпускает на волю вскорбленного ею стрижа. Как она рассказала, птенцов-стрижей нашёл её брат и принёс домой, чтобы они не погибли. Они были маленькими, с закрытыми глазами, но уже оперившиеся. Как и чем кормить, читали в сети. В итоге кормили их мраморными тараканами. Жили птенцы в переноске для кошек. Один стенец подрос, и настало время его отпустить. Второй также скоро отправится в естественную среду обитания. Она полетела. Ура! Сделаем. Фотография задержания и досмотра подозреваемого на улице Тукая в Казани попала в Google Maps. Информация об этом быстро разлетелась по социальным сетям. В итоге таких моментов оказалось немало. Один из пользователей сети, увидев два года назад автомобиль с камерами, помахал ему рукой. И тоже остался в истории. Всё, что не оставило вас равнодушными. Что заинтересовало, что взволновало, и мимо чего вы не смогли пройти просто так, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер». Адрес указан на экране. Поделитесь своими эмоциями со всей республикой. С вами был Станислав Яковлев. До встречи.